2020 год может повториться. Ситуация представляет собой чрезвычайное положение, имеющее международное значение. Об этом заявляет Всемирная организация здравоохранения, которая только что объявила чрезвычайную ситуацию мирового масштаба из-за вспышки заболевания МПОКС. Посмотрите на это. Всего несколько часов назад Индия действительно находится под угрозой вспышки. Три часа назад индийские аэропорты и границы были приведены в состояние боевой готовности. Китай усиливает наблюдение за портами из-за глобального распространения вируса МПОКС. Жители Гонконга, путешествующие на территорию материкового Китая, должны будут проходить проверку. Пакистан начнет проверять всех путешественников и туристов. Европа готовится к новому штамму МПОКС. Кения приобретет 2 миллиона вакцин от МПОКС. Цепь событий, в которую мы попали, может быть очень серьезной. Я не знаю, как будет развиваться сценарий, но нам точно нужно обратить свое внимание на эту историю. Потому что если мы начнем видеть ограничения, подобные тем, что мы видели в 2020 году, только представьте себе, как это отразится на стоимости жизни. Если Китай начнет задерживать грузоперевозки и дистрибуцию товаров, а об этом они уже говорят, мы можем увидеть повтор 2020 года. Китай говорит, что транспорт, контейнеры, грузы и другие предметы из стран и регионов, где зарегистрированы случаи заболевания МПОКС, будут подвергаться дезинфекции в любом случае. Поэтому им потребуется немного больше времени на импорт товаров, но они будут делать то же самое и в отношении экспорта из собственной страны. И если все это будет происходить, мы сможем увидеть, как тарифы на доставку резко вырастут. Такое уже было в 2020 году. И мы можем увидеть, как и без того испытывающие трудности потребители попадут в кромешный финансовый ад. Пока что неизвестно, как разрешится эта ситуация, будет ли она иметь продолжение или уже через несколько дней о ней забудут. Но мы уже видим, как акции некоторых компаний, связанных с вакцинами, начинают расти на 200-250%, потому что эти компании уже начинают предлагать решение этой проблемы. И мы видим, как многие люди, многие корпорации, многие очень влиятельные и могущественные страны уже начинают менять свои взгляды в связи с этой новой напастью. И скорость перемен должна насторожить. На этом канале мы говорим о финансах, криптовалюте, экономике и обо всем, что на это может повлиять. Поэтому подписывайтесь, если вы здесь впервые и не забывайте поставить лайки. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания нового контента. Итак, об этом было объявлено 5 дней назад. И с тех пор с каждым днем эта история набирает все больше оборотов. Об этом говорят абсолютно все, даже National Geographic тоже уже говорит об этом. И самый главный вопрос, который всех интересует. Теперь, когда существует глобальная чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, спровоцирует ли она еще одну пандемию? Вы помните, что произошло в 2020 году? Что тогда было с арендодателями? Например, в Лос-Анджелесе был запрет на выселение жильцов, которые не могли платить из-за пандемии коронавируса. Арендодатели три года жили без доходов. У рынка недвижимости в тот период были очень большие проблемы. Малый бизнес и предприятия тоже оказались в очень трудном положении. И если это снова повторится, задайте себе вопрос. Сколько арендодателей смогут продержаться? Сколько компаний сможет это выдержать? Сколько потребителей во время этого нового кризиса здравоохранения сумеют не сломаться? Особенно после длительного периода высоких процентных ставок и инфляции, которые уже их подкосили. Уже сейчас 29% американцев в 100 крупнейших мегаполисах страны пропустили хотя бы один любой счет. Например, платеж по коммуналке, платеж по кредиту или плата за аренду. Потребители реально начинают отказываться платить. При этом 81% американцев говорит, что если они потеряют источник дохода сейчас, то все их накопления закончатся за срок от 7 до 30 дней. Очевидно же, что очередная пандемия отправит их в финансовый ад. И не только в Соединенных Штатах Америки. Сейчас для большинства потребителей поход в Макдональдс это роскошь. Генеральный директор Макдональдс сказал, что они больше не нацелены на потребителей, зарабатывающих менее 45 тысяч долларов в год. Почему Камала Харрис, новый кандидат в президенты США от демократов, выступила с новым планом запретить взвинчивать цены, ввести контроль цен, чтобы держать их на низком уровне? Это уже назвали социалистическим планом товарища Камалы. В США хотят контролировать цены. Подумайте о том, что происходит сейчас в Китае с их дезинфекцией грузов. Это уже приводит к задержкам транспортировки товаров и цены уже растут и на эти товары и на их транспортировку. Бренды, корпорации теперь должны нести более высокие расходы и они не могут перекладывать эти расходы на потребителя. Но какой бренд или корпорация захочет продавать товары себе в убыток? Никакой. Так что, скорее всего, мы увидим рост черного рынка и, скорее всего, правительства должны будут включаться и начать стимулировать экономику, понизить процентные ставки и напечатать деньги. По крайней мере, так исторически сложилось. Именно так происходило раньше. Будет интересно проследить за развитием событий и посмотреть, как будет развиваться история на этот раз. В Америке уже задаются вопросами о том, может ли эта новая угроза нанести значительный ущерб Америке. Готовы ли США к вспышке, учитывая, что МПОКС продолжает преодолевать границу за границей? Это буквально как в самом начале коронавируса, если вы помните. Акции этой биотехнологической компании, которая разрабатывает вакцины от различных заболеваний, выросли на 43% сегодня. Ее график выглядит как какой-то мем-коин. Две недели назад они стоили около 1 доллара, а на пике взлетали до 11 долларов. В Великобритании призывают экстренно распространить вакцину от МПОКС. Причем не только в самой стране, но и за рубежом. Активисты призывают к срочному внедрению вакцины МПОКС в Великобритании за границей на фоне опасного варианта МПОКС. Так что, похоже, мы потенциально движемся к сценарию 2020 года. Но самое подозрительное, что заставило меня засомневаться в том, что это краткосрочная история, это вот эта статья. Китай вводит строгие протоколы на фоне роста числа случаев заболеваний МПОКС в мире. Китайские власти активизировали усилия по предотвращению импорта этого заболевания на фоне роста количества заражений. Строгие протоколы будут действовать с 15 августа и будут продолжаться полгода. Подарки на праздники, покупки, траты, заказы и так далее, все это будет иметь ограничения до февраля 2025. Если это краткосрочная история, так почему Китай выделяет на ее решение целых полгода. Прибывшие из Китая и других стран и регионов с подтвержденной инфекцией должны будут заявлять о своем состоянии на таможне. Если у них будут симптомы, то их тем более будут задерживать. По отношению к таким людям, сотрудники таможни будут принимать медицинские меры, такие как медосмотр и отбор проб. Транспорт, контейнеры, грузы и другие предметы из стран и регионов, в которых были зарегистрированы случаи заболевания, будут подвергнуты санитарной обработке. Ради этого Центру по контролю и профилактике заболеваний Китая приказано усилить сотрудничество с таможенными органами. Так что они вводят эти ограничения на полгода. И это наводит меня на мысль, что это может стать большой проблемой. Посмотрите просто на несколько последних часов. Два часа назад Конго ожидает первые дозы вакцины против МПОКС. Филиппины сообщают о первом случае заражения. Индия, Пакистан, Китай, Нигерия, Великобритания, Америка, Африка. Пора всерьез обратить внимание на МПОКС. И страны готовятся к тому, чтобы достойно встретить новую мировую тревогу. Я не знаю, что произойдет. Я не знаю, приведет ли это событие к чему-то вроде коронавирусного черного лебедя. Время покажет. Но я знаю только одно. Если посмотреть на то, в каком состоянии сегодня находятся потребители, они выбиваются из сил в финансовом плане. Они страдают. И если они попадут в такой кризис, как этот, многие ли из них смогут выдержать давление? Уже получив удары от коронавируса, войны, кризиса энергоносителей, инфляции и высоких процентных ставок. Сколько из них смогут продолжать платить за машину, за квартиру, оплачивать счета по кредитным картам и медицине, выплачивать аренду и платить за жилье? Я могу только предположить, что такой кризис вызовет огромные трещины в уже треснувшей экономике. Им придется снова накачивать ее свеженапечатанными деньгами, экономическими стимулами и финансовыми чеками. Кстати, в прошлый раз это привело к большому росту биткоина, между прочим. Возможно, и на этот раз будет так же. Один мой знакомый планировал отправиться в большое путешествие. Франция, Италия, Таиланд и Малайзия. На прошлой неделе он сказал, что вероятность того, что это путешествие ожидает отмена из-за этой ситуации, составляет около 10%. Сегодня он говорит, что вероятность отмены уже 20%. Но это всего лишь поездка. Кого она волнует вообще в глобальном смысле? Но если люди не могут перемещаться из страны в страну, то как же могут перемещаться товары? Бумага, вода, техника, чехлы для айфона и другие вещи, которые люди покупают. А также предметы домашнего обихода, шины, запчасти для автомобилей. Как все это может перемещаться? Мы находимся рядом с событием черного лебедя, который может просто потрясти весь мир снова. Перевернуть его с ног на голову. Но на этот раз в конце мы можем обнаружить себя в совершенно новом мире, разделенным на валютные зоны влияния и работающим на цифровых валютах в центральных банках. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Все, горло сломалось. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok